Всем привет, меня зовут Настя. Мы продолжаем наш разговор о русской литературе второй половины 19 века, но потихоньку уже близимся к завершению этого периода. Дальше нас будет ждать 20 век уже в следующем году, поэтому нам нужно обсудить, чем же 19 век заканчивался, какие проблемы потихоньку все больше и больше развивались и откликнулись в 20 веке, как вы понимаете. И у нас осталось два автора, о которых стоит поговорить. Это Николай Семенович Лисков и Антон Павлович Чехов. Авторы очень разные, о них будет разговор в разное время. И начнем мы с вами с Лискова. Лисков автор очень необычный и немного незаслуженно забытый. И в современности не очень часто про него вспоминают, и в 19 веке его тоже вспоминали нечасто и не очень сильно ценили его творчество, считали слишком вычурным, слишком причудливым и неподходящим для России. Нам нужно разобраться, почему все-таки его творчество так уж не нравилось тем, кого мы привыкли видеть в 19 веке. Мы разберемся с одним из самых знаковых его текстов «Очарованный странник», текст, который стал визитной карточкой Лискова, текст, в котором максимально точно отражено мировоззрение самого Лискова. И посмотрим на его художественный мир и основные методы, которыми этот автор пользовался. Вообще Лисков в основном писал о русских людях, о простых русских людях. И в своем творчестве он видел роль, точнее видел себя как человека, который способен сказать горькую правду о русском народе, о русском человеке и сказать ее по-новому. По-настоящему Лискова нельзя отнести ни к одному из лагерей взглядов, о которых мы с вами говорили в 19 веке. Мы много с вами обсуждали славянофилов, то есть авторов, людей, которые были уверены в особом пути России, в исключительности русского народа, в его силе духа. Вот Лисков, несмотря на то, что он касался именно русского сознания, простых русских людей, мы не сможем назвать его славянофилом. Сейчас разберемся, почему. То есть его точка зрения какая-то совсем обособленная, совсем особенная, именно поэтому она была как-то не понята остальными писателями. Как я уже сказала, в основном Лискова волновали простые народные герои. Самое известное его произведение, которое вы читали пару лет назад, это рассказ «Левша» о тульском мастере, который смог подковать блоху. То есть его герои это часто такие народные умельцы, и они заключают в себе основные положительные черты народного характера, но в то же время и отрицательные, безусловно. Мы помним с вами, что Левша прекрасный мастер, удивительный человек, но имеющий алкогольную зависимость, скажем так, и не способный с ней справиться. То есть вроде бы огромный потенциал, но какая-то вещь его сразу же принижает, и никак он не может выбраться из капканов, которые погружаются. Вот у Лискова будет очень много таких героев, и для Лискова очень важна другая тема. Когда он думает о развитии России и о судьбе вообще страны, об историческом прошлом, для него очень важна христианская мораль, православная церковь. Мы с вами знаем, что русская культура построена на православном христианстве. Не все из нас верующие люди, но все равно как бы именно культурный код наш, это, конечно же, православная церковь, основные мотивы, символы, взятые у нас оттуда, и культура построена наша на этом. И Лискова очень волновала православная церковь, очень волновала Евангелие, христианство в принципе, поэтому он выводит в русскую литературу второй половины XIX века новый тип героя. Это герой-праведник. Праведник это такой тип очень необычный, а праведник это что-то такое, тип героя вообще не новый для литературы, в принципе, мировой. Начинался он как-то в средних веках, то есть это какой-то герой, который живет по религиозной морали, никак ее не предает, это добрый, искренний, безгрешный герой. И в русской литературе таких героев не очень много, потому что мы с вами видели, что весь XIX век у нас 100 героев, которые смотрят на западный путь развития, то какие-нибудь Базаровы, которые материалистичные взгляды имеют. А Лисков выводит на арену вот этих героев-праведников, как правило, обычных выходцев из народа. Праведники это люди с чистой искренней душой, то есть мотив чистоты души, которая не запятнана какой-то мирской суетой и существует как-то обособленно от нее. Очень важен для Лискова. И, конечно же, его герои-праведники, как правило, одиноки и не поняты обществом. И часто эти герои не просто не поняты обществом, общество их еще и в покое не оставляет. Они, как правило, гонимы, они изгнанники. Очень интересный образ героя-праведника мы с вами увидим даже в 20 веке у Солженицына в рассказе «Матрёнин двор». Вот там будет такой, наверное, завершающий. Этот герой, которого не хватает в русской литературе, не хватает в русской жизни, наверное, именно поэтому такого идеального праведника авторы стараются создать. И Лисков был убежден, что именно герои-праведники какой-то своей деятельности, своими взглядами, тем, как они живут и как они видят мир, именно они приведут и Россию, и русский народ куда-то к спасению. То есть тут у нас перемешивается и христианская мораль, какие-то такие нравственные законы жизни, и некоторая отрешенность от жизни, то есть неучастие в мирской суете. И вот все вот это вот Лискова очень волновало, было часто не понято современниками, они были не согласны, они считали, что какие-то выдуманных героев Лисков придумывает и говорит, что это какой-то русский народ. Но мы с вами понимаем, что любая точка зрения имеет место для существования. Побольше поговорив о Лискове, о Лискове мы поймем, что все-таки в чем-то он явно прав, и какие-то струны русской души он увидел. Мы с вами видели, опять же, разные изображения русского народа. До этого говорили о Савуткове Щедрине, который очень зло писал, точнее не зло писал, очень много использовал такую злую, острую сатиру, и никого не щадил. Вот Лисков не об этом совершенно, это полная противоположность прошлому автору, о котором мы с вами говорили. И сегодня мы поговорим с вами о повести «Очарованный странник». Как я уже сказала, это основная, самая знаковая повесть Лискова, скорее всего, которая больше всего именно говорит об этом праведном герое. И «Очарованный странник» — это история жизни героя, которого зовут Иван Флягин, от молодости до ухода в монастырь. История жизни, рассказанная им самим. Для рассказов Лискова, вообще для его текстов, очень характерна такая форма текста, которая называется «Устный сказ». То есть такое ощущение, что Лисков просто записал устную речь, которую ему говорили. То есть там нет именно автора, его голоса. Это рассказывает человек от первого лица, со всеми какими-то прибаутками, просторечиями, в общем, просто устную речь, как вот сейчас мой монолог. Перезаписать со всеми словами-паразитами, которые я, возможно, употребляю, и вот получится такой устный сказ. Лисков таким образом, конечно же, передает народный язык, такой, каким он его видел, каким он его слышал, и каким он его себе представлял, что именно так народ говорил. В принципе, в манере передачи народной речи Лисков был самым точным и талантливым автором из всех русских писателей. Иван Флягин — это олицетворение русского характера. Лисков описывает его, ну, точнее, Иван Флягин рассказывает сам о себе, но мы понимаем, что это писатель, что это голос писателя в этом присутствует. Иван Флягин предстает настоящим русским человеком с широкой душой, с сильным характером, таким удальским. И Лисков описывает такой широкий характер, сильную такую душу, способность глубоко чувствовать. Возможно, наши герои, они не умеют это все красиво описывать монологами. Мы до этого с вами обсуждали там духовные искания Андрея Болконского или Пьера Безухова о «Войне и мире». То есть герои, которые могли словами хорошо описать, что они чувствуют. Герои Лискова словами так красиво определить свои чувства не могут. Главное, они их ощущают, и главное, какие действия они совершают. И вот этот широкий характер Ивана Флягина Лисков лишает нравственного стержня. Что это значит? Это значит, что герой со всей его удалью, со всеми его эмоциями, со всем его размахом очень легко может делать какие-то злые поступки и совершать грех. Вот очарованный странник попадает вот в эту ловушку несколько раз его убивает, ворует, обманывает. То есть фактически, да, совершает грех, но делает он это не по какому-то рациональному злому умыслу, а вот втянуло его в это. Какая-то неведомая сила толкнула его туда, и вот он точно так же совершил этот грех, как до этого совершал какой-то хороший поступок. То есть это происходит в запале, когда человек не контролирует себя, а что-то другая какая-то сила толкает его на совершение вот этого греха, который наш праведник будущий прекрасно благополучно несколько раз на протяжении повести совершает. После самого первого своего убийства Ивану Флягину снится сон, в котором ему приходит какой-то плачущий старец и говорит ему, что у того будет судьба много раз погибнуть, но пока еще не погибать, когда настоящая погибель придет. И тогда он пойдет в черницы. Черницы это монахи, как мать богу обещала. Что это значит? То есть получается, в жизни Ивана Флягина будет несколько каких-то таких душевных катастроф, то есть судьба много раз погибнуть, духовно имеется в виду, не физически. Потом, когда-то, потом уже в конце наступит физическая уже его смерть, погибель, но до этого он пойдет в монахи, то есть в самом конце жизни случится этот мотив искупления. И получается, смотрите, какая интересная ситуация. Практически во всех текстах Лескова очень важный такой присутствует мотив предопределенности, предначертанности жизни. То есть не сам человек решает, как ему жить, какие поступки совершать, что вот он является как бы хозяином своей жизни. Лескову этот взгляд абсолютно не близок. Он вообще противоречит его естеству. Человек, по мнению Лескова, живет по какой-то заранее заготовленной ему судьбе. И если ему суждено совершать грех, ему придется. Так случилось, так вот что-то распорядилось. И Иван Флягин так и живет. Ему предначертано много раз погибнуть, но не погибать, а потом пойти в монахи, видимо, чтобы раскаяться за все, что он решил. Вот так жизнь его и сложится. И он это понимает. Поэтому он одинаково совершает и хорошие, и плохие поступки. Силой своего характера, силой своего души, он как будто бы ведомый. То есть когда мы читаем произведение Лескова, нам не хватает у героев какой-то силы духа, что ли, желания самостоятельности, независимости. Но это не художественный мир Лескова. Его такие герои не интересуют. А вообще, в принципе, если мы говорим с вами о религиозной морали, о христианской морали, там тоже нету мотива того, что человек сам решает, какие поступки он совершает, какая жизнь у него происходит. Есть мотив предопределенности, что Бог уже как бы за него решил, что выпадет человеку на долю. Вот здесь этот мотив тоже присутствует. Хорошо, мотив такой предопределенности с вами мы обсудили. Это важно для Лескова. Произведение называется «Очарованный странник». Странник – это человек, который странствует, то есть у него нет дома, ему некуда приткнуться. Поэтому вот этот мотив отрешенности и бесприютности, поиска постоянного места, где ты будешь чувствовать себя дома, вот как-то принадлежать чему-то, для Лескова тоже очень важен. И странник – это человек, с одной стороны, который очень хорошо понимает жизнь, потому что он видит ее во всем ее проявления, а с другой стороны, это очень уязвимый человек, у которого нет дома, нет места, где он будет чувствовать себя защищенным. Возможно, поэтому он совершает все это зло и все эти грехи, потому что ему негде найти поддержку, негде почувствовать себя спокойно. То есть что-то его ведет, толкает, а ему и спрятаться-то некуда от этой неведомой силы. И что же толкает нашего героя? Второе слово в названии – «Очарованный». Мотив – очарование. Очарование – это очень сложный феномен. Мы обычно чем-то очаровываемся, но это не то, что нам что-то нравится просто, это какое-то другое чувство, более глубокое, более сильное. И для героев Лескова очень характерна вот эта очарованность жизни. Они все время ею восхищаются. Они все хотят ее познать полностью, сделать все, что в этой жизни ему готово, и совершить эти поступки, которые предопределены. А герои Лескова не могут это осмыслить рационально. Они не могут это описать в монологе, как описал бы еще раз Балконский или Пьер Безухов. Пьер Безухов, похоже, например, что-то чувствовал, и он мог это сказать. Герои Лескова, у них нет вот этой задачи рационально это озвучивать и осмыслять. Они просто чувствуют это что-то невыразимое внутри них, что их толкает. Вот, пожалуйста, здесь по цитате это очень заметно, что герой то плачет, то томит, просто душу из тела вынимает. Что это с ним происходит? Он не может это назвать. Это что-то неназываемое. Но именно вот это что-то, то есть очарованность, это мы понимаем как читателя, толкает его для того, чтобы жить эту жизнь со всеми ее поступками. И в конце главный герой приходит в монастырь и раскаивается во всем, что он совершил. Таким образом, он, наконец, обретает приют и разрешает его внутренний конфликт. Потому что, с одной стороны, он-то хочет жить как-то правильно и хорошо, а с другой стороны, ему уготовано судьбой совершать грехи. И он их совершает. Он не может их не совершать. То есть они как-то вот сами происходят с ним. И вот этот вот мотив, видите, ни на что не похожий. До этого мы не встречали таких героев, которых бы толкало жизнь что-то делать, которые бы с равными эмоциями, с равной силой духа совершали бы и грехи, и какие-то хорошие поступки. Но этот герой очень стремится обрести вот это спокойствие и раскаяние. Потому что грешить никому, естественно, не нравится. И после грехов путь раскаяния обязательно наступит. И, к счастью, у главного героя он наступает. И в конце мотив успокоения есть. Очарованный странник наконец находит приют, наконец раскаивается. И дальше уже душа его успокаивается. Вот этот образ героя-праведника, который, с одной стороны, мы можем сказать, какой это же это праведник, если он вор и убийца, и совершает он эти грехи. Но Лисков этот образ расширяет и как-то дорабатывает и делает по-своему с оглядкой на русский характер, на русский характер, который он себя представляет. Вот такая сильная, широкая душа, импульсивный, резкий человек, который не осмысляет все рационально, ему это не нужно. Он это все чувствует и живет. Соответственно, ему просто нужно не попасть вот в запал, когда он сможет это зло совершить. А контролировать он себя, вот как мы бы себя проконтролировали, допустим, рационально, с нашими идеями, он не может. Так устроена его судьба, так устроена его жизнь, так ему предопределено. И как жить в конфликте, что у тебя есть предопределенная составляющая, ты в то же время не хочешь грешить, а вот происходит это с тобой, как найти это внутреннее успокоение, внутреннее раскаяние. Вот этот текст, собственно, этому вопросу и посвящен. И в конце герою это удается. Вот такой он необычный автор, Николай Семенович Лисков, не похожий еще раз ни на что, что мы читали до этого. Автор довольно важный, довольно интересный и непонятый. Именно поэтому хочется все-таки как-то с его текстами поработать и посмотреть, что же еще было непонято. Поэтому желаю вам с этим автором познакомиться, найти что-то для себя, возможно, не согласиться, возможно, поспорить. Но в любом случае посмотреть еще и на такой взгляд, на русского человека, русскую культуру и православную мораль, которая этого русского человека, в принципе, определяет, по мнению Лискова. Спасибо вам большое за внимание. До встречи на следующем уроке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова